Родная литература. Лекция номер два. Жизнь и творчество Мамина Сибиряка. В 2022 году исполнится 170 лет со дня рождения Дмитрия Наркисовича Мамина Сибиряка, русского писателя, реалиста, с лёгкой руки Константина Васильевича Боголюбова, названного певцом Урала. С Уралом у Мамина Сибиряка связано не только место рождения, но и значительная часть его творчества. Он писал. Милые зелёные горы, когда мне делается грустно, я уношусь мыслью в родные зелёные горы. Мне начинает казаться, что и небо там выше и яснее, и люди такие добрые, и сам я делаюсь лучше. Да, я опять хожу по этим горам, поднимаюсь на каменистые кручи, спускаюсь в глубокие лага, подолгу сижу около горных ключиков, дышу чудным горным воздухом, напоённым ароматами горных трав и цветов, и без конца слушаю, что шепчет столетний лес. Подлинная фамилия писателя Мамин. Сам писатель возводил маминский род к некому татарину или башкиру Мамину. Его отец был священнослужителем. Родственники и предки матери писателя Анны Семёновны Степановой также принадлежали к духовенству. Образование у будущего знаменитого писателя было разносторонним, но не оконченным. Сначала он получил домашнее образование, затем учился в Висимской школе для детей рабочих. На обучение сына в гимназии в семье денег не хватало, поэтому его определили в Екатеринбургское духовное училище. Где он обучался до 1868 года. Затем продолжил образование в Пермской духовной семинарии, но окончить её не смог. В 1872 году поступил в Императорскую медико-хирургическую академию на ветеринарное отделение. Но, не окончив и академии, перешёл на юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Но, к сожалению, мамину Сибирику так и не удалось получить диплом о высшем образовании, поскольку он был вынужден бросить университет из-за материальных трудностей и резкого ухудшения здоровья. «Будущий писатель подрабатывал репетиторством, чтобы хоть как-то свести концы с концами. В ходе этой деятельности проявился ещё его один талант – преподавательский. «Педагог я выхожу хоть куда. Мои ученики ходят за мной, как за кладом», – писал он в письме матери. Первыми его публикациями были отчёты о заседаниях научных обществ, которые он писал ради заработка. Также он создаёт остросюжетные рассказы о беглых крепостных и солдатах, разбойниках и обитателях старообрядческих скитов, напоминающие уголовные хроники с фольклорным колоритом. Критика на них почти не отреагировала. Свой первый полномасштабный роман «В водовороте страстей» он написал под псевдонимом Е. Томский. В жизни он пользовался и другими псевдонимами, например, «Башкурт», «Седой», «Рассказов». Почему писатель Мамин добавил к фамилии вторую часть – «Сибиряк»? Мою фамилию ещё в Бурсе просмеяли. Мы, мол, все мамины. Почему не тятин? И решили, друзья, самый подходящий псевдоним – «Сибиряк». Ведь Екатеринбург за Уралом и в представлении российских Сибирь и Зауралье сливаются в одно понятие, вспоминал писатель. Позже он совместил этот псевдоним со своей реальной фамилией. Первую популярность и признание писателю принесла серия путевых очерков «От Урала до Москвы», которые в течение нескольких лет он писал для газеты «Московские ведомости» в качестве уральского корреспондента. Крупнейшим и самым знаменитым его произведением стал роман «Приваловские миллионы». Ему Дмитрий Наркисович посвятил около десяти лет. Роман печатался по частям в журнале «Дело» на протяжении целого года. На средства, полученные от издания романов «Приваловские миллионы» и «Горное гнездо», мамин-сибиряк купил дом в Екатеринбурге на улице Соборной. Ныне улица Пушкина, 27, где расположен музей писателя. В доме жила вся семья маминых – мать писателя, его братья и сестра. А после ухода из жизни Дмитрия Наркисовича в 1914 году дом стал принадлежать его дочери Елене Дмитриевне, той самой Аленушке, для которой он писал свои сказки. В своем завещании она передала дом Екатеринбургу. Она написала «Настоятельно прошу устроить в этом доме и по возможности в завещанном доме музей Мамина-сибиряка». До 1919 года в доме жила семья сестры писателя Елизаветы Наркисовны. В 1926 году в Комиссии по увековечению памяти писателя, созданной членами общества Чехова и его эпохи, действовавшей при Румянцевском музее в Москве, решили создать музей в этом доме. Начавшиеся в 1940 году работы прервались войной, но по ее окончании продолжились. Дмитрий Наркисович был женат на Марии Якимовне Алексеевой, но через несколько месяцев они развелись. Этот брак оставил заметный след в творчестве писателя. Вторая спутница жизни – артистка из Петербурга, Мария Марицевна Генрих Абрамовна. Их союз был счастливым, но счастье промелькнуло яркой кометой. Мария Марицевна умерла при родах. На руках писателя осталась новорожденная дочь Елена, которую он с любовью называл Алёнушка. И в одночасье он стал и отцом, и вдовцом. Наверное, поэтому он очень много написал для детей, потому что стал для своей дочери и воспитателем, и учителем. Многие произведения он посвятил своей Алёнушке, а именно знаменитый цикл Алёнушкины сказки. Дмитрий Наркисович написал именно для больной дочки, которая читал эти сказки. Дочь пережила отца всего на пару лет и в 22 года скончалась от туберкулеза. А за Еленой ухаживала одна из лучших гувернанток Петербурга Ольга Францевна Гували, которая постепенно из гувернантки стала членом семьи. Она выстраивала порядок в доме на свой лад. Мамин, так и не правившийся от потери Абрамовой, не противился изменениям и просто плыл по течению. В 1900 году состоялась свадьба Дмитрия Наркисовича и Ольги Францевны. Вы видите сборник Алёнушкины сказки «Мамина Сибиряка». Одни из самых любимых произведений автора. Цикл включает в себя 11 историй, созданных сказочником для своей дочки. Но полюбились они и другим ребятам. Алёнушкины сказки рассказывают о жизни зверей, насекомых, игрушек. Присутствуют в этих сказках и люди. Герои разговаривают, шалят, празднуют, мечтают, ссорятся и мирятся, как и в обычной жизни. В этих сказках яркие краски солнечного дня, красота щедрой русской природы. Вместе с Солёнушкой мы увидим леса, горы, моря, пустыни. Герои «Мамина Сибиряка» те же, что и герои многих народных сказок. Мохнатый неповоротливый медведь, голодный волк, трусливый заяц, хитрый воробей. Они и думают, и разговаривают между собой, как люди. Но в то же время это настоящее животное. Медведь изображён неуклюжим и бестолковым, волк злым, воробей озорным, проворным забиякой. Лучше представить их помогают имена и прозвища, которые дал им автор. Вот комарище, длинный носище. Это большой старый комар. А вот комаришка, длинный носишка. Это маленький, ещё неопытный комарик. Оживают в его сказках и предметы. Игрушки празднуют праздник и даже затевают драку. Разговаривают растения. В сказке «Пора спать» избалованные садовые цветы гордятся своей красотой. Они похожи на богачей в дорогих платьях. Но скромные полевые цветы писателю милей. Одним из своих героев, мамин сибиряк, даёт различные прозвища и даже подсмеивается над ними. Но с уважением пишет о трудящемся человеке, осуждая безделие и лень. Не терпел писатель и тех, кто зазнаётся, кто думает, что всё создано только для них. В сказке «О том, как жила-была последняя муха» рассказывается об одной глупой мухе, которая убеждена, что окна в домах сделаны для того, чтобы она могла влететь в комнаты и вылететь оттуда. Что накрывают на стол и достают из шкафа варенье только для того, чтобы её угостить. Что солнышко светит для неё одной. Ну, конечно, так может думать только глупая, смешная муха. Что общего в жизни рыбы и птицы? Писатель отвечает на этот вопрос сказкой про воробья-воробейча. Ерша Ершовича и весёлого трубочиста Яшу. Хотя и живёт ёрш в воде, а воробей летают по воздуху, но и рыба, и птица одинаково нуждаются в пище. Гоняются за лакомым куском, страдают зимой от холода, да и летом у них множество неприятностей. Великая сила действовать всем вместе сообща. Уж как могуч медведь! Но и комары, если они объединятся, то могут победить медведя. Сказка про комара-комаровича «Длинный нос» и про мохнатого мишку «Короткий хвост». Из всех своих книг мамин-сибиряк особенно дорожил Алёнушкиными сказками. Он говорил, это моя любимая книжка. Её писала сама любовь, и поэтому она переживёт всё остальное. Приваловские миллионы На склоне лет, размышляя о своём месте в русской литературе, мамин-сибиряк ставит себе в заслугу, что он показал читателю Урал своего времени. С его особенной красотой, неисчислимыми богатствами вложил в свои произведения любовь к обездоленному люду, преклонение перед его мудростью и творческими силами. Современники писателя отдавали должное его яркому своеобразному дарованию. А Чехов отмечал, что герои рассказов мамин-сибиряка – это сильные, цепкие, устойчивые люди, а слова у него живые, настоящие, услышанные в народе, а не вычитанные из словарей, как это случается у иных литераторов. Максим Горький признавал, что книги мамина-сибиряка помогли ему глубже полюбить русский народ и русский язык. В книге «Развитие капитализма в России» Ленин писал о мамине-сибиряке. В произведениях этого писателя рельефно выступает особый быт Урала, близкий к дореформенному, с бесправием, темнотой и приниженностью, привязанного к заводам населения, с добросоветским, ребяческим развратом, господ в отсутствии того среднего слоя людей, разночинцев интеллигенции, который так характерен для капиталистического развития всех стран, не исключая и Россию. Как уже говорилось ранее, на создание романа «Приваловские миллионы» у автора ушло почти 10 лет. Сохранилось пять рукописных вариантов этого произведения. Работа над ним шла не только в поисках художественной выразительности, но, пожалуй, главное – в выявлении сущности сложного замысла, сюжета, поиска художественных решений проблем, волновавших писателя. Менялись, соответственно, этапом работы и названия. Сначала этот роман назывался «Семья Бахаревых», затем «Каменный пояс», «Сергей Привалов» и, наконец, последнее название, которое закрепилось за романом «Приваловские миллионы». Сергей Привалов является не просто состоятельным человеком. Он агент английской фирмы по перепродаже русского хлеба за границу. И лишь в окончательной редакции он стал потомственным наследником шахтровских заводов, последним представителем некогда очень известной на Урале семьи промышленников Приваловых. Поразительны глубина и художественная сила, с которыми изображается в романе победное шествие капитализма, буржуазные взаимоотношения, исключающие какие-либо нравственные нормы. Мамин-сибиряк с самых первых шагов в литературе как бы поставил перед собой задачу показать Россию в её движении по капиталистическому пути. И он это сделал первым. В этом его особая заслуга. Останется ли Россия крестьянской страной совсем исторически присущим ей хозяйственным и общественным укладом? Или же окончательно встанет на путь промышленного развития и капиталистических отношений? Вот именно эти вопросы волновали автора на рубеже 80-90-х годов прошлого века. Предмет острейших дискуссий между легальными народниками и марксистами. Мамин-сибиряк материалист по своему воззрению, будучи чрезвычайно зорким, наблюдательным, верный реальной действительности, раскрывал в своих произведениях именно капиталистический путь развития России. Конечно, этому способствовало то, что значительная часть жизни автора прошла на Урале, в центре горнозаводской промышленности, где особенно обнаженно проходили процессы складывания, сколачивания капиталов и ограбления трудовых масс. И вот его раздумья о путях развития России находят свое отражение в данном романе. Сюжетной пружиной романа являются наследственные миллионы Сергея Привалова. Получил он их, но и опасность потерять также была высока. Потеряет он их или на распоряжение шатровских заводов потратит полученные средства, которые способны при разумном введении дела давать огромные доходы. Вокруг золотого блеска этого наследства и разгораются все страсти. Завязываются сложные интриги не только вокруг Привалова, но и между опекунами, ведущими закулисную борьбу друг с другом. Наследство – это тот рентгеновский луч, который выявляет сущность главных персонажей романа. В чьи руки оно попадет? Кто и как им распорядиться? Во зло или на доброе дело? Опекуны шатровских заводов, половодов и Леховской уже достаточно основательно погревшие на этом руки думают только о деньгах, которые при удаче потекут в их карманы. Наследника же Сергея Привалова заводы и прибыли сами по себе не интересуют. Доходы ему нужны как средства для выплаты исторического долга народу и отчизне. «Отдавая дань уважения молодой русской интеллигенции 70-х годов, шедшей в народ врачами, учителями, агрономами, стремясь малыми делами в условиях самодержавного политического режима, способствовать просвещению, облегчению положения трудящихся. В Равмане явственно проглядывается отражение этого движения на фоне уральской действительности». Сергея Привалова, сына своего века, получившего в Петербурге университетское образование, тоже коснулись Этьвени. Свой долг наследника богатств, созданных бесчеловечной эксплуатацией крепостных заводчан на неправедно отнятой у Башкир земле, он видит в возмещении народу долга. Чтобы не обидеть тех и других, конкретизирует свою программу привалов. Я должен отлично поставить заводы и тогда постепенно расплатиться со своими историческими кредиторами. В такой форме устроится все это, я еще теперь не могу вам сказать. Но только скажу одно. Именно, что ни одной копейки не возьму лично себе. Привалов до решения крайне запутанного дела об освобождении от опеки заводов начинает осуществлять строительство мельницы, намереваясь путем разумных отношений избавить крестьян, продающих по дешевке хлеб, а от спекулянтов и торгашей, помочь им крепко встать на ноги, приобрести независимость. В намерении взять на себя заводское дело, чтобы прибыль шла не завода владельцу, а заводским рабочим и настоящим хозяевам земли башкирам, явственно сказывается влияние романа Николая Гавриловича Чернышевского «Что делать?». Сказывается также и глубокое, благородное убеждение русских интеллигентов, всегда являвшихся интернационалистами, бескорыстно служить народу, отдавать свою энергию, знания, опыт, делу развития малых народностей России. Эта программа находит отклик среди молодого поколения трудовой интеллигенции, близкой Привалову. Константин Бахарев, сотоварищ по студенческим годам в Петербурге, хоть и называет Привалова утопистом и мечтателем, но не осуждает его. Он также убежден, что богатства наживались за счет ограбления трудового людо. Ему, фанатику заводского дела, кажется, что силы следует употребить на расширение шатровских заводов, на улучшение всей обстановки дела. Тогда, само собой, улучшится и благосостояние рабочих. Будущее ему представляется связанным с техническим прогрессом. К числу сторонников Привалова принадлежит и сестра Бахарева Надя. Даже беспринципный адвокат Веревкин берется вести дело о наследстве, считая Привалова глубоко порядочным человеком. Искание Привалова горячо поддерживают Максим Лоскутов, замечательный человек, как его характеризуют даже противники. Лоскутов предлагает наиболее широкую программу действий, куда входят пункты и о всеобщем братстве смене общественных отношений. «Вы спасете тысячи людей от эксплуатации», говорит он Привалову, веря в то, что пример Привалова увлечет других заводовладельцев. Однако Лоскутов, учитывая сложность дела, предупреждает Привалова, что он неизбежно окажется лицом к лицу с организованной силой эксплуататоров и пассивным сопротивлением масс, ради которой собирается потрудиться. Лоскутов же говорит о необходимости обратить особое внимание на укрепление общественной нравственности, без которой дело Привалова не может быть осуществлено. Внимательный читатель произведений Мамина Сибиряка не мог не заметить, что в романе без названия, опубликованном через 11 лет после Приваловских миллионов, а именно в 1894 году, писатель развивает и углубляет опять-таки идеи Привалова о совершенном социальном будущем, основанном на разумных трудовых отношениях, так как они, эти идеи, дороги и самому Мамину Сибиряку. Герой романа Окаемов, выходец из старинного дворянского рода, сколотивший солидное состояние в Америке, вернувшись в Россию, намеревается с пользой употребить свои капиталы, вкладывая деньги в приисковое дело на Урале, а также в развитии современного сельского хозяйства, рыболовства, к чему он и привлекает интеллигенцию, лишенную возможности приложить знания, силы к общественно полезному труду. По имени Окаемова, по мысли Окаемова, все, кто принимает участие в осуществлении его планов, в том числе и рабочие, должны стать равноправными пайщиками общего дела. Ему представляется возможным широко использовать все природные богатства Урала и Сибири на пользу человека. В этом он видит залог изменения социальных условий. Приваловские миллионы стали началом серии больших социально острых романов мамина Сибиряка. Возрастало мастерство писателя, обострялось его социальное видение. За Приваловскими миллионами последовали еще более интересные романы. «Горное гнездо», «Три конца», «Братья Гордеевы», «Золото», «Хлеб» и другие. Великолик литературное наследство мамина Сибиряка. В его романах, повестях, рассказах впервые в русской литературе, что и выдвинуло его в ряд крупнейших писателей XIX века, отражены во всей его неприглядности его препохабие капитализма и слуги его капиталисты-заводчики. Особенным хищничеством отличались заводчики Урала в связи с отдаленностью от суда людского. Мамин Сибиряк знал это, и боль народа была его болью. Он никогда не сомневался в том, что народ России умный, трудолюбивый, талантливый, но задавленный нищетой и невежеством, рано или поздно сбросит цепи, став истинным хозяином жизни. Позднее он писал «Моя цель самая честная бросить искру света в окружающую тьму». В своих произведениях, изображая резкими красками жизнь во мгле заводского рабочего и его лютых утеснителей, он исподволь, но как-то неуклонно подводит читателя к мысли, что самое великое терпение это терпение русского человека. Оно неизбежно должно истощиться. И что тогда? Ответа на этот вопрос у Мамины Сибиряка нет. Но ведь важен тот вывод, который невольно делает читатель его произведений. И заканчивая лекцию, хочется сказать, что книги Мамина Сибиряка сыграли ту роль, которая служила делу самой революции. Они вошли в золотой фонд русской культуры. А Максим Горький говорил следующее. Земле родной есть за что благодарить вас, друг и учитель наш. Максим Горький